Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет обзор уходовой косметики от Ифраше. Данной косметикой, именно уходовой за волосами, я начала пользоваться последний год. И у меня сложилось определенное мнение за этими уходовыми средствами. Если вам интересно послушать мое мнение, тогда я вас приглашаю к просмотру. И начнем. Начнем с того, что у меня есть в наличии сейчас два шампуня. Первый из которых является шампунь для объема с мальвой. Производители нам пишут, что он у нас является шампунем без силиконов, без парабенов и без красителей. Но то, что он без красителей, это очевидно, он такой прозрачный. Имеет травянистый аромат. Причем у меня аромат ассоциируется, знаете, шампунь с крапивой от чистой линии. Я его пару раз нюхала в магазине. Поэтому могу сказать, что мне кажется, вот схож аромат. Без силиконов. Ну, вроде как бы да. Но в этом шампуне на втором месте идет аммониум лаурет сульфат. Насколько мне известно, это средство, которое, собственно говоря, позволяет шампуню, средству размыливаться. То есть, это мылкость его. Ну, что, он предназначен у нас для тонких волос. И, по идее, допустим, на длинных волосах вы никогда не добьетесь объема с помощью каких-либо шампуней. Потому что от тяжести волоса, волосы всегда будут такие чуть-чуть приплюснутые. Но если у вас короткие волосы, могу сказать, что шампунь, в принципе, сработает. Потому что я им пользовалась, этим шампунем, когда была в поездке. И пользовалась я не водопроводниковой водой, которая в городских квартирах, а обычной, так скажем, загородной водой, которая достается из колодцев, из скважин. И мне, в принципе, понравилось, как работает этот шампунь. Был небольшой объем, не было утяжеления на них. Но что могу сказать? Этот шампунь, если, допустим, пользоваться этим шампунем и какими-то такими же легонькими, бессиликонистыми, так скажем, бальзамами, либо кондиционерами, либо масками, у вас волосы будут подсушены. У меня данный шампунь подсушил волосы. Я могу сказать, что они были такие, знаете, вымыты всегда до скрипа. И ощущение того, что они с каждым разом, я с них смывала что-то еще, еще, еще защитные слои. И поэтому как-то после его использования, я всегда, у меня всегда хотела что-то жирненькое нанести на кожу. Не на кожу, а на длину волос. Поэтому сказать, что он без парабенов, я не знаю, девочки. У меня как бы знакомство, так скажем, а-ля органическая косметика впервые идет. Поэтому я не могу сейчас сказать, как бы является ли он действительно органическим. Что еще могу сказать? То, что после использования данного шампуня у меня не было зуда головы, у меня не было сухости кожи головы. И я могла после того, когда я пользовалась этим шампунем, два дня точно не мыть волосы. То есть на третий день я могла помыть волосы. То есть, в принципе, ощущение чистоты он дает. Аромат, вот этот роминистый, который есть у этого аромата, он потихонечку развеивается. И, собственно говоря, вы его потом просто не ощущаете на волосах. Вот и по пятибалльной шкале я ему могу поставить три с плюсом. Потому что, ну даже четыре, наверное, ему можно поставить. Потому что масляные маски он смывал, сухости кожи головы не было, перхоть не появилась. Кстати, после него волосы очень спутанные. То есть вам нужно что-то будет после него наносить на волосы, чтобы их расчесать. Он высушивает длину. Ну и, наверное, все, что я о нем сейчас могу вам сказать. Следующий шампунь, он у нас является антивозрастной, антиэйдж. Он у нас идет с камелией и красным виноградом. Я уже много раз говорила, что у этой серии мне не нравится отдушка. И я долго не могла понять, собственно говоря, чем же пахнет мне этот шампунь. По истечению времени я поняла, что это так пахнет красный виноград в сочетании с камелией. Но в большей степени так пахнет красный виноград. Тут тоже написано то, что он без силиконов, парабенов, без красителей. Но этот шампунь, он является таким белым перламутровым уже. И тут тоже на втором месте идет лаурет, содиум лаурет сульфат. И что можно еще сказать об этом шампуне? Как таковых силиконов я здесь не почувствовала. То есть после него тоже волосы достаточно спутанные. После него волосы такие, знаете, они не сильно подсушены, но в большей степени могу сказать. Допустим, больше я высушиваю вот этот шампунь, нежели вот этот. Он не так сильно сушит длину. И после него тоже, увы и а, хочется пользоваться чем-то таким жирненьким, силиконистым, чтобы ваши волосы вы могли хоть как-то прочесать, чтобы вам было как-то комфортно. Комфортно. После него нет объема. И чистота волос держится ровно сутки. По истечению суток ваши волосы опять будут уже такими жирненькими. Причем это не просто какие-то, знаете, не свежие волосы. Они прям будут грязные-грязные. Лично у меня так после этого шампуня. Следующее, что хочу сказать. Одушка, которая есть у этого шампуня, она держится на волосах. То есть она не уходит как одушка вот с этого шампуня. Эта одушка, она держится. И причем она такая, знаете, вот если к вам близко человек подходит, он будет принюхиваться к вам. Ну вот у меня, допустим, супруг, он не очень сильно любит данный аромат. И он, когда я мою волосы этим шампунем, он ко мне подходит и все время говорит, я не могу понять, что за одушка у твоего, допустим, шампуня. Потому что он вроде бы не бьет волосы, но при всем при этом, как ты знаете, такой вот непонятный аромат, который в компонентках в туалетных водах, в парфюмах есть, вот он абсолютно точно так же ударяет в нос. То есть не понимает, что это такое. Ну и я, собственно говоря, понять не могу, почему эта одушка настолько долго держится на волосах. Но если вы сдружитесь с этим ароматом, этой одушкой, думаю, вы будете наоборот в восторге, то, что он держится на волосах. Он специально разработан для ослабленных волос. Я не могу сказать, что после этого шампуня мои волосы были блестящие, шелковистые, знаете, там лоснились как-то, и они себя чувствовали, возрождались. То есть он предназначен как антиэйдж, то есть ваши волосы должны напитываться всеми питательными компонентами, которые здесь есть, и, собственно говоря, они должны сиять изнутри. Я вот по истечению того, что я практически уже допользовала данный бутылёк, я пока этого не увидела, я не поняла. Даже в сочетании, допустим, с этой маской я этого не увидела. То есть я не могу сказать, что это плохой шампунь. Задачей того, чтобы смыть грязь с ваших волос, он, в принципе, справляется. А больше от него, наверное, уже ничего и не нужно. А всё, что сверху написано, это, знаете, как такие вот, ну просто маркетинговый ход, который, собственно говоря, нас побуждает остановить выбор на том или ином шампуне. Поэтому я ему тоже ставлю четвёрку, совсем уже к нам видео не буду, но всецело сказать, что вау-эффекта я от него просто не заметила. Но, в принципе, как уход, который вам нужен для того, чтобы промывать ваши волосы, и вы любите вот это ощущение полнейшей чистоты на волосах, когда вы знаете ощущение, когда волосы, вы моты до скрипа, когда вы именно чувствуете, то, что если, когда вы наносите, если вы любите делать масляные маски, вам нужно прям вот это максимальное очищение, собственно говоря, вот с этими шампунями, вот и фраше вы добьётесь. То, что именно заявляет производитель, то, что он возрождает волосы заново, ну как бы я этого не заметила. Следующее, что хочу показать, это маска тоже анти-эдж, я её брала пользоваться таким дуэтом, потому что девушки, у кого длинные волосы, вы меня сейчас прекрасно поймёте, что концы всегда у нас, у девушек обладательниц длинных волос, они такие, знаете, изнемождённые, они такие какие-то сухие, и всегда хочется, чтобы они были более живые. А если вы дорожите своей длиной так же, как и я, собственно говоря, обрезать их в очередной раз, как-то всегда, знаете, душа кровью обливается, и совсем-совсем не хочется. Что могу сказать об этой маске? Это у меня новая маска, та маска, которой я вовсю пользовалась, она у меня закончилась, и вот к этой маске у меня пока рука не тянется. Эта маска, она имеет такую кремообразную текстуру, она не жирная, она, знаете, больше такая бальзамоподобная, но густая, в принципе. У неё точно такая же одушка идёт, абсолютно такая же. И если вам нравится так же, как и мне, вот именно чувствовать, когда ваши волосы напитываются, и когда вот после того, когда вы помоете волосы, чтобы они, знаете, были рассыпчатые, чтобы волосинка к волосинке, с данной маской вы, в принципе, не получите. Но если у вас, допустим, к примеру, маска это один из шагов по уходу за своими волосами, и в конце вы добавляете на свои волосы, допустим, какое-то масло, либо флюид на кончике волос, тогда, в принципе, вас эта маска устроит. Потому что вот как шаг в уходе, в принципе, да, можно им пользоваться. Мне нравится то, что вот после использования данной этой маски, это единственная, кстати, маска, которую я наношу не только на длину, но и на коже головы. И вот после именно этой маски я могу спокойно ходить сутки, и у меня волосы по всей длине, они, знаете, они такие более живые, что ли, они какие-то такие более напитанные, к ним приятно прикасаться. Единственное, конечно, отталкивает это их аромат, но всецело, в принципе, неплохая маска. Но главные ее два минуса, я говорю, это уже не в первый раз, это ее цена, но не стоит она столько, сколько на нее заявляет производитель. Может быть, если ей пользоваться систематически, это будет постоянно в вашем уходе, и может быть, вы уже потом увидите, то, что она действительно делает, предоставлено, она то, что дает силу ослабленным волосам, может быть. Но так вот, если вот, как я взяла и попробовала в комплексе, я бы вообще не увидела того результата, которого бы я хотела. Может быть, просто я изначально делала для нее достаточно очень большие, такие, знаете, требования, и не увидела очевидного. Но как-то так. Так, хочу сказать, что эта маска, она очень хорошо смывается с волос, она не остается на волосах, она смывается полностью. То есть, знаете, бывают маски силиконистые, она обволакивает ваш волос, и вы чувствуете ее наличие на волосах, но вроде бы как бы уже смыли, и все замечательно, все хорошо. А эта маска, она попитала ваши волосы и уходит, то есть напитала как нужно и ушла. Но вот в комплексе, вот в дуэте, когда я пользовалась, мне ее не хватало. Я шла и брала какую-то более жирную, которая продается в масс-маркете, сейчас у меня от LSEF 6 масел, я пользуюсь в дуэте вот с этим шампунем, и меня устраивает. Мои кончики волос, они более мягкие, они более напитанные, они, знаете, такие, ну, более приятные, что ли. Вот именно тот силикон, который содержится в другой маске, он мне помогает. А вот эту маску я пользовала с обычным шампунем, тоже из масс-маркета, и мне нравилось, как работает. Мне кажется, те силиконы, которые были, допустим, в шампуне, эта маска, она их чуть-чуть подсмывала, и была такая замечательная золотая середина. Сказать, что это какой-то вау-эффект от этой маски, я сказать не могу, но, в принципе, я не разочарована тем, что я и попользовалась, и то, что она у меня есть. Объем у данной маски идет 150 всего миллилитров, поэтому как-то вот, как-то так. Следующее, что я хочу показать, и, знаете, это два средства, которые я, правда, очень-очень сильно давно хотела, но цена на них идет достаточно такая, знаете, очень интересная. Начну я, наверное, вот с этого средства, которое мне попалось не так давно в подарках от Тифраше. Это их масло, растительный уход за волосами, масло для восстановления с бабосужи, жаба и макадамии. Как я уже говорила, одушка у этого масла, она идет именно как раз аромат геля, кто пользовался гелем для душа орех макадамии, вот один в один тот же сладкий аромат, приятный, и который, знаете, когда вы наносите на волосы, вам даже приятно, это такой, знаете, своеобразный релакс парфюм, если вы любите, допустим, такие сладкие ароматы. В зимнее время, осеннее время, это вообще просто, знаете, классная вещь для того, чтобы наносить на волосы и получать какие-то приятные ощущения. Что, собственно говоря, по свойствам. Я его наносила не на кожу головы, я его наносила по длине. И после использования данного масла мои волосы были такие, они, знаете, такие были мягкие, и кончики были мягкие. Я не скажу, что это 100% масло, которое восстановило их, я пару раз наносила его всего, но эффект того, что волосы ухоженные, он уже дал. Как такая, знаете, баловство, наверное, да, потому что я его еще не совсем вот так вот основательно поняла, но первые мои впечатления об этом масле, то, что оно, наверное, больше натуральное, чем нет. Может быть, эти масла в сочетании вот Бабасо, Жижабая, Макадамия, они и являются такими жидкими, но, как-то, знаете, не знаю я, потому что оно настолько жидкое, его совсем не нужно было на два раза, кстати сказать, очень даже чуть-чуть. Я буквально две крышечки нанесла, распределила. У меня, повторюсь, неокрашенные волосы, свой натуральный цвет волос, и они сработали неплохо. После этого масла у меня волосы были, знаете, такие блестящие, напитанные, они были приятные. Замечательно смываются вот этими шампунями, просто на раз-два, на второе смывание вы смываете полностью. И хочу сказать, девочки, если раньше, когда я пользовалась, допустим, вот этими шампунями и маской без этого масла, я всегда наносила на кончики потом вот это вот масло Fluid от F6 Masel. А после того, когда я нанесла вот это масло, потом я смыла вот этим шампунем и нанесла потом, у меня остатки были вот этой вот маски, результат не заставил себя долго ждать. Но могу сказать, что вот это средство стоит без скидки 570 рублей, это стоит тоже 500 рублей, по-моему, с чем-то, и маска стоит тоже 560, по-моему, рублей. Думайте сами, решайте сами. В принципе, такой достаточный уход, и в принципе, в более бюджетных можно найти что-то более интересное. Но так как средство мне вот это попалось в подарок, я была очень довольна, и меня оно больше устроило. Сейчас я буду с большим удовольствием их пользоваться, потому что это классное масло, которое напитывает длину, она ее не утяжеляет, и она имеет золотую середину, не сильно такое, знаете, противное масляное, жирное, когда вы пытаетесь смыть, оно не смывается, а на пятый раз, когда вы моете волосы, ваша кожа, головы, она уже просто высохла, а длина еще, знаете, более-менее, и знаете, какая-то палка о двух концах, стоит ли делать масляные маски или нет. А вот это, в принципе, с удовольствием им сейчас буду пользоваться, так что, если вам получится получить его в подарок, то, конечно же, берите, пробуйте, и еще раз повторюсь, на натуральные волосы, как бы, ну, не окрашенные, да, сработал на моих волосах очень даже хорошо. Следующее средство, которое является моим баловством в большей степени, это средство уксус-ополаскатель для блеска волос с малиной. Огромный его плюс это запах, именно вот этой садовой малины. Я просто афанатела от этого аромата. Мне настолько понравилось и понравилось и мне, и моему мужу, и ребенку, потому что, когда ополаскиваешь волосы, в ванной остается такой, знаете, легкий аромат именно марины. Что могу сказать? После него волосы неплохо блестят, после него волосы, я не скажу, что они, знаете, такие вот высушенные, но у них какое-то, знаете, поскрипывание есть, но когда волосы высыхают, ощущения сухости уже просто нет. Но это, знаете, абсолютное баловство, оно ни два, ни полтора, это вот просто вы нанесли, смыли, и в принципе, прикольно. Не могу сказать, что это какой-то просто мастхев, мастхевович, который нужно бежать покупать, и без которого вы не сможете обойтись. Я могу сказать, я без него спокойно жила, но так как оно сейчас у меня есть в наличии, я с удовольствием просто иногда добавляю его в свой уход, поласкиваю волосы, особенно, допустим, после каких-то масляных масок, мне хочется вот эту вот штучку добавить, мне хочется аромат какой-то добавить на волосы, и в принципе, после него единственное, что неплохо, это блестят ваши волосы, и все, все, больше он ничего не делает. Я им уже пользовалась, наверное, раз в пять, расход вы сами видите, какой здесь, что у масла, что у этого уксусополаскивателя 150 миллилитров. Это пластиковые бутылочки, пластиковые крышечки, абсолютно, то есть, такие, знаете, ну, просто они очень интересно смотрятся, но они в пластике, то есть, ничего такого сверхъестественного, дорогого. Еще раз повторюсь, если вот бежать и покупать это средство, я вам точно не могу советовать, вот с этим средством на скидке вы, в принципе, можете приглядеться и позволить себе побаловать себя, потому что, ну, классный аромат, классный сработал, мне понравилось. А это чистое баловство, как-то вот так вот. Ну что, девочки, надеюсь, я как-то более доступно смогла вам рассказать свое мнение о данных продуктах, если вы пользовались данными средствами, чем-то, масками, бальзамами, маслами, пишите свое мнение, о них мне будет интересно послушать вас, какое у вас мнение сложилось о данных продуктах, если вы, конечно, не пробовали какие-то средства и если у вас будет возможность, конечно же, попробуйте, потому что мы все разные, и я еще раз говорю, эти средства сработали так на моих волосах, я не могу ручаться, как они будут работать на ваших волосах, но я в большей степени, в принципе, осталась довольна этими средствами, если их покупать на скидках, то, в принципе, можно. Неплохое средство, так что, не такие уж и неплохие средства, но цена, естественно, у них завышенная. Так что, как-то вот так вот, девочки, берегите себя и своих близких, не забывайте подписываться на меня в инстаграм, там я тоже выкладываю для вас какие-то интересные покупки, события в своей жизни, делюсь с вами своим мнением о тех или иных продуктах, когда мне не получается снять видео здесь. И не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, а я вас всех люблю, целую, с вами была Вашира, до новых видео, всем пока-пока.